Валерий Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Очень рад Вас видеть! Взаимно! Мы с Вами смотрим на Вашу очередную картину. И вообще она у нас была на выставке. Скажите, как она называется? Картина называется «Третий день сотворения мира». Третий день. Давайте попробуем расшифровать. Если кратко, то до этого времени прошло два дня. Книга Библия, Бытие. Нам рисуют картину того, как Бог творит мир. В первый день Господь творит одно, второе. И третий день Господь, так, картинку прочитаю. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и доявится суша, и стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля, зелень, траву, сеющую из семи дерева плодовитые, приносящие породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля, зелень, траву, сеющую из семи породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, было утро, день третий. Вечер, завершение третьего дня, отделена небесная твердь, то есть воды в небесах отделены от воды, которая под небом на земле. Образуется суша, и на суше произрастает всё то, что Господь в Своем замысле задумал произвести через землю. Словом Божьим, земля производит всякую растительность. От Слова Божьего, по замыслу Бога, земля производит всякую растительность на планете Земля. И всякое семя, порода его неизменна. Что значит всякое семя, порода его неизменна? Ну то есть, если это пшеница, то это будет пшеница. Овес будет подсолнухом, хлопок будет хлопком. Есть сила никому изменить, потому что это замысил Бога? Нет. Есть некоторые возможности для соединения, скрещивания. Это пойдет в будущем, люди начнут это делать. Но изначально Господь определил назначение всему тому, что Он сотворил. Было ли в Его замыслах это дать нам возможность проявить какое-то творческое решение и потом с этим поэкспериментировать, это еще вопрос. Владимир Иванович, ну это третий день. Третий день. То есть у Вас получается композиционно. Вот смотрите, значит Земля, Солнце и букет цветов. Да. В лучах Солнца мы видим все то, что произведет в конце концов, все то, что будет расти на планете Земля. Это всегда нуждалось в свете. Часть воды уходит на небеса. Мы тут читаем, отделил Господь. Но у Вас только динамика здесь написана. Господь так и отделил, что твердь делится на две части. Твердь это вот вода по сути. Часть воды, твердь, уходит на небеса, часть уходит в землю. И то и другое будет нуждаться в том, чтобы получать и воду, и Солнце, и России, и Земли. Поэтому в лучах Солнца мы видим радужность и разнообразие цветущего букета. Слушайте, ну это же так сложно. Это же, как современные ученые объясняют, ну все проще. Есть теория большого взрыва, и все, и вот такая красота появилась. Мы верим? Да, фотосинтез. Солнце, свет дает растению. Растение принимает силу от земли, получает питание от воды и производит семя, которое и будет по роду. Как Бог определил. Как Бог определил. Разнообразие бесконечное. Люди до сих пор, всего количества того, что произвел Господь через свое произношение воли своей словом, да будет так. Мы это все еще не можем даже посчитать, изучить. Владимир Владимирович, ну вы как автор пишете, смотрите, у вас там линия, дорога петляет, это такая линия, да, рисообразная. И это поле пшеницы? Это огромное поле растительности. На переднем плане колосья пшеницы. И это все уходит в горизонт до самого... Солнца. Солнышка, да. То есть это тоже дорога. Третий день, который есть. Я даю очертание тропы, вы правильно ее видите. Потому что мне кажется, я так верю. Все это будет моего понимания, того, как я читаю, Слово Божие написано для каждого из нас. И оно мне открывается по-своему. Господь сказал, что сотворим, сотворим. И неоднократно будем считать, что Господь творили. Это очень сложное будет понимание того, как один Бог делали, творили, совершали волю свою. Сложно, да, по-нашему русскому языку это вместить. Но в еврейите там все понятно. Они даже... У них все понятно. На том языке оригинала, которым написано Писание, для них все понятно. И я думаю, что у них было желание пройтись по своему творению. Насладиться тем, что они сделали. То есть это дорога Бога, да? Да. Здесь нет фигур, но есть очертания дороги, по которой кто-то прошелся. Человек создан по образу и подобию. Он делает, собственно, сейчас и делает такие же дороги. Да. Человек повторит замысел Божий. И у вас пшеница, Владимир Иванович. Пшеница. Есть притча, помните, дорога и пшеница. Притча о сеятеле есть. Да. Есть притча о сеятеле в Писании. Да вообще много очень будет в Писании о том, что Бог творит через свое творение. В данном случае именно пшеница мы найдем в Евангелии от Матфея, пятая глава, с 36 стиха. Господь в нескольких стихах будет писать о том, как... Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и приступивши к нему, ученики его сказали, «Зясни нам притчу о плевелах на поле». Буквально перед этим он рассказывает притчу, как сеется семя, и поле начинает колоситься хорошим зерном. Но приходит враг, и между этим зерном сеют плевелы. И они тоже начинают расти. Ученики прослушали эту притчу, Иисус рассказывает для народа, и они не выдержали. Подошли позже, и стали его спрашивать значение ее. То есть, получается, Иисус рассказывал это для народа? Да, да. Ученики были при Нем. При Нем. А ученики уже потом спросили. До них не дошел смысл сразу. А для народа дошел смысл? Народ выслушал, и кто как на это отреагировал, Писание нам подробностей не оставляет. Но проходит время, и ученики подходят к Иисусу Христу и спрашивают их. Они приступили к Иисусу Христу и сказали, «Изисни нам притчу о плевелах». И о плевелах на поле. То есть, они даже не поняли, они как-то по-своему поняли. Да, да. Но они понимали, что это сказано для всех, а они ученики, и они должны понимать его. Просто даже интересно, да, вот сам момент. Грубо говоря, мы современные люди мало-мальски что-то слышали. И сейчас можем даже сделать какие-то выводы. Любой, я думаю, сейчас может сделать выводы. Но тогда апостолы, просто услышав это впервые, сказали, «разъясни». И что Господь им сказал? Мы нуждаемся в разъяснении Иисусом Христом сказанных слов. Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий». Многократно Иисус Христос будет говорить именно так, делая акцент на том, что Он – Сын Человеческий. Он явился в этот мир как Сын Человеческий, в образе Сына Человеческого. И здесь все доказательства тому налицо. Его само появление на свет. Он родился от Девы Марии. Его спеленали, с Ним ходились как младенцем, который родился от женщины. Замысел Бога в том, что Он родился от Духа Святого. Это величайшая тайна, такого больше никогда не было и уже не будет. Но то, что Он родился от Чистой Девы Марии, это факт неоспоримый. И с этим ничего нельзя поделать. И Он себя и называет по праву. Я есть Сын Человеческий. Поле есть мир. Поле – это мир. Доброе семя – это Сыны Царствия. Вот оно, Доброе Семя. Сыны Царствия. А плевелы – Сыны Лукавого. Плевелы – это Сыны Лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва, которая будет происходить в конце времени, есть кончина века, то есть конец времени. А Жнецы – суть ангелы. Те, кто будут сжать этот урожай, будут ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине всего века. Пошлет Сын Человеческий ангелов. Сын Человеческий даст указание ангелам. И соберут из царствия Его все соблазны и делающих беззакония. Вот основная цель ангелов. Из царствия Его, Бога. Да, из царствия Бога. Собрать все соблазны, которые появятся в результате того, что посеет сатана. Да, среди плевел будут соблазны. И это и будет то зло, которое сатана распространил в поле, приготовленном для жизни и засеянным добрым семенем. Добрым семенем. То есть, фактически, дела добрые сеются, да? Да, и сеет их Сын Человеческий. И Сын Человеческий их сеет. Это его инициатива. Но плевла засеивает... Сатана. Сатана. Лукавый это делает. Но это тоже может быть, когда мы говорим Сатана, это вот может быть человек, непонимающий, что он творит, ну, грубо говоря. Неведающий. Да. Неведающий тоже может войти в этот соблазн, оказаться. Поэтому Господь и говорит, это будут и соблазны. Ангелы придут, соберут. Соблазны и делающих беззакония. То есть, это два отдельных совершенно участка. Соблазны отдельно, делающие беззакония отдельно. Иисус Христос тоже будет говорить, невозможно не прийти соблазну. Это просто нельзя этого избежать. Соблазны будут всегда. Невозможно не прийти соблазну. Но горе тому, через кого они приходят. Это вот как раз мы возвращаемся к этому же самому месту. Есть соблазны, есть те, кто их исполняет. Правильно ты говоришь, что мы можем в это вовлечься, или мы можем этому противостать. Господь говорит, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Убежит от вас, но противостать ему можно только твердой верой. Верой в Иисуса Христа. Верой в весь замысел творения Бога. Любое сомнение, это, собственно говоря, не твердая вера. Не твердая вера, Господь и говорит, что если вы будете сомневаться, то вы будете подобны морской волне качающимся. Такой избежать сомнений. Вот откуда оно будет? Вот. Они будут всегда, и они посеяны лукавым. Вот в этом поле? Да. Это уже произошло как факт. Он говорит, что было время, когда Санчевич пришел и посеял. И пришла ночь. Ночью приходит враг. Враг приходит ночью, и между семенами добрыми сеет свои семена. Как всегда, вот все злое творится во мраке, в темноте ночи. И сделать с этим, кажется, ничего уже нельзя. Приходит первая самая мысль. Взять и вырвать плохие растения, плевелы. Вырвать. То есть это апостолы? Да, ученики. Ученики такие говорят, так может быть и вырвать их. Иисус Христос говорит, что так нельзя. Хотя, если мы начнем это делать, пострадают и добрые семена одновременно. Не могут не пострадать, потому что уже срослись. То есть вы не просто, вы, собственно говоря, когда захотите вычистить поле. Заметесь чисткой, вы будете удалять и доброе, и злое. Доброе пострадает. В то время как ваше побуждение победить зло, оно будет совершено таким образом, что это не та мера, которую Бог приготовил для того, чтобы победить зло. Тогда что делать? Что отвечает Господь? Господь говорит еще в самом начале, еще в бытие, что придет время, когда Сын Человеческий победит сатану и поразит его в голову. Это семя жены поразит змея в голову. Семя. Опять речь идет о семени. И очень часто Иисус Христос говорит о себе, если семя, упав в землю, не умрет, то оно и не вырастет. Ему надлежит умереть. Так и Сын Человеческий, пострадав, будет находиться во гробе, будет в недрах земли трое суток и потом воскреснет к новой жизни. Сея доброе, это не значит пребывать в полном, знаете, как бы сегодня состоянии в полном релаксе. Я вот прибавил в релаксе, значит я сею доброе, вот вам, вот вам хорошие слова, вот вам мои хорошие дела. То есть семя само по себе, оно, как Господь говорит, оно пострадало и дало тогда плоды добрые. Семя упав в землю, умерло Господь, ему надлежит умереть, чтобы принести плод добрый. Добро, да, оно же не с кулаками, оно же как-то по-другому, как говорят, добро с кулаками не бывает, да, или добро бывает с кулаками. Ну, мы даже говорим, что добро должно быть с кулаками, помните, и так даже мы говорим. Но Иисус Христос обращает на это наше внимание. При борьбе со злом мы можем навредить тому доброму семени, которое Богом же посеяно. И его вариант, его надо просто до конца выполнить. «Пошлет сын человеческий ангелов своих, соберут из старца его все соблазны, делающие беззаконие, вернут их в печь огненную, и там будет плач его скрежет зубов». «Кто сможет отделить худое от доброго?» Только ангелы. Когда? В то время, когда придет время жатвы. Богом все определено. Тогда, после этого, праведники воссияют, как солнце. Вот оно, это солнце, которое является символом того, как воссияют праведники в конце жатвы. Это солнце находится в центре. С него все начиналось, и к нему все вернется. И даже будет написано, что в Царстве Небесном солнце вообще не понадобится, потому что Господь будет освещать все своим светом собственным. И его свет, исходящий от Бога, оно затмевает любое солнечное сияние. Праведники воссияют, как солнце в Царстве Отца их. И кто имеет уши услышать, тот да услышит. И так заканчивается. Так не вершается. Здесь поле, огромное поле для раздумья. Поле для раздумья просто. Поле для раздумья – выбор человечества. Да. Кто имеет уши, да услышит. Да, да, услышит. То есть мало исполнять, как бы… Сначала надо понять. Сначала надо понять. Прежде чем начать исполнять, надо глубоко понять. Поэтому мне нравится, что ученики прослушали, были вместе с народом. Ходили до конца дня с Иисусом Христом. Потом не выдержали, пришли, прямо написано «приступили». Окружили Его, начали требовать ответа на те вопросы, которые у них накопились. Господи, как же так вообще? Расскажи нам. Это нормально. Владимир Иванович, когда Вы писали эту картину, Вы же думали об этом? Конечно. Вы не могли об этом думать? Конечно, конечно. Это наполняло все мое сердце. Это уже созрело во мне. Мне хотелось сюда просто изобразить. Здесь кругом символизм. А как вы создавали эту картину? Ну, в течение месяца. Свободное, скажем так, от работы и семьи время. Мне нужно было уединение для того, чтобы этим заниматься. Потому что у Вас и пшеница, и поле, и дорога, и солнце. Как раз то, о чем мы с Вами сейчас говорили. Тут очень сложно. Все то, что в третьей день сотворено, касающееся растительное, но очень много притчей, на них много-много говорили. Господь говорит, чтобы вера наша была, как горчичное зерно, которое, посеяв, является самым маленьким на земле, но посеянное и выросшее вырастает настолько, что становится прибежищем для птиц небесных, которые округляются в нем. И я здесь тоже рисую этих птиц, которые разлетаются от того огромного пространства мира, любви, радости, в котором будет находиться благословение Иисуса Христа после того, как разрастется дерево нашей веры. Владимир Иванович, ну это третий день. Третий день. Он прекрасен. Это третий день. Он еще пока нет человека. Да, да, да. И это был третий день. И появился человек. И вот мы сегодня здесь находимся, в этой точке, и читая эту притчу, мы хотим, грубо говоря, волей-неволею понять, и каждое, наверное, поколение, так когда же конец времени? Когда же, ну мы же, каждый человек в душе, он думает, что он хороший. Когда придет время жатвы? Когда будет жатва, когда уйдет все плохое. Когда уйдет все плохое? Ну жатва, когда будет? Где Бог? Взывает же человечество, особенно сегодняшние дни, сложные дни. Да, да. Это не только сложное, потому что у нас, оно вообще везде. Так было всегда, со временем сотворения мира. И там есть ответ. Есть ответ. Имеющий слушать, да слышат. Имеющий уши, да слышат. Да слышат. Да придут времена, но вам неведомо, когда они придут. Господь, Он сказал, отец сокрыл от всех этот срок. Ни ангелы небесные, ни даже я, Он говорит о себе, ни даже Сын Человеческий не знает этого срока. Но знает это только отец. Владимир Иванович, в каком году как тену создана? О, это... У нас справа подпись у вас стоит. Угу, 2008 год. 2008 год. Скажите, а вот продолжение этой мысли у вас есть? Есть. Поговорим в следующий раз? Поговорим. Спасибо вам за внимание. До свидания, всего доброго. Спасибо вам.